Чуть-чуть лука сверху, я прям на мясо вот так покладу. Костер кто будет поддерживать? Следующее. Кто будет поддерживать костер? Можем нагаснуть. Да не, сказано нежнее. Мои-то зубы чувствительные. Приятные. Кто съел мясо, а лампочку в лицо? Буду слышать только хруст. Хруст и чапканье. Оля ест. Где-то в темноте. Но вот этот как вот, вот этот дом, это вообще тема. Он сейчас дождь идет, да? Что бы мы делали без него? Я здесь как в доме. Ну ничего, собрались бы и поехали. Красота. Я думаю, мы пошли бы купаться. Вода ледяная. Просто. Ледяная? Ледяная? Леденищая. Говорит их один, будешь? Да. Вот все, а летом была. По одно молоко. Угу. Вспомнил. А зимой придете. Вообще будет. Шептать будет она. Наверное. В этом году надо попробовать сюда зимой. Боязно, конечно, нет. А надо успеть? Я в прошлый раз посмотрел, какие тут льдины, заторы, лед поломаны, и он весь шевелится. Страшно. А он тоже не стоит. Неизвестно, куда наступить, где споткнуться и куда головой удариться. Я говорю, в каски приезжай. Я говорю, в каски приезжай. Я говорю, в каски приезжай. На голову. Ну, кстати, да. Можно кастрюлю вместо каски. Угу. Извини, лягам все будет. Ну, ну. Ой, как припустил дождь, как приехал. Вообще, я предлагаю один раз в этом году съездить на зимнюю рыбалку, на зарубленный круг, чтобы половить форель. Угу. Разорисать не может. Угу. Ты просто подалдеть. А можно со стороны посмотреть? Приезжай в аквариум и нас полуешь. Нет. Да, и такая же история. Ну, так. Что, у вас в аквариуме форель что-нибудь? Нет, у нас в аквариуме. Китайский. Китайский форель. Тайваньский. И китайский форель. Точно. Здрасте, у вас форель настоящая или китайская? Нет. Ну, она не наелась. Я вообще уже наелась. Еще на первом части. У меня это не останавливает. Теперь хочется съесть, выпить горячего кофе. Угу. Я так салата себе отхорел там делал. Будет выпустили конкретно. Будто бы я голодала. Да, да. И не хочется выходить. Вообще не хочется. Хочется наслаждаться здесь. Здесь горячую кофе. А представляете, если он будет всю дорогу дождь, как он собираться будет? Под дождем. Очень быстро. Очень быстро. Ну, самое главное. Чарежь машину. И окна изнутри. Так запотеют. Тут печка первое время справляться не сможет. Угу. Пока мы доберемся до асфальта. А добраться до асфальта нам еще не скоро придется. Да нет. Виды там прокатали хорошо. Ну, да. Будет у тебя автаба. Хорошо, что не спустись. А если бы спустись, я пошел дождь, подняли. Они там не раскладывались, да. И я туда прокажу. У меня вопрос, а почему так помидоры порезали? Виталик резал помидорки. Просто дольками. Угу. Они лежали. А я говорю, давайте салат дотянем. Просто кушать ты имеешь ввиду? Да. Ну, он одну помидорку порезал, перекусить. А что не нравится? Мясо? Большие? Угу. Не прокалились? Нет, просто неудобно. Мясо мало, костей много, да? В баранини? Нет, в баранини. У собакой. Одно сюда интересно. Вот именно порезали, да? Вот ты покупаешь мясо, да? Ты платишь за мясо, а тебе дают кофе. Почему бы не вычитать из мяса вес костей? Угу. Угу. Зачастую та часть, где кости, она дороже стоит, чем для оно мясо. Да нет. Самая дорогая это вырезка. Она цветом мякорь. Нет. Вот, например, болгарский перец. Ты купил три килограмма болгарского перца, полтора килограмма у тебя семечек. Слушай, а вот эти пистолетики? Они самые дорогие. Нет. Пилейка самая дорогая вырезка. А шея, шея без костей, еще дороже, чем карбонат. А вишни? Вот вишни будет уже. Это все подсчитает. Прикинь, покупаешь три килограмма вишен. У тебя полкило вишен, полкило костей. Так не покупай такую, покупай замороженную без косточек. Нет. Нет. А картошку? А шкуры ты сколько собираешь? Вот я, вот если учесть сколько я срезаю шкуру, то она мне вообще золотая выходит. Ну. Я по-другому не могу. А ты же хочешь подешевле купить? А ты не знаешь, если бы... Поэтому, что стоим просто. На картошке не надо было шкуру срезать, только когда она стоила. По-моему... Так очищенную это продают, по-моему. И объелась. Благодарю. Сейчас меня разорвет. Надо теперь чайник поставить. Поставили уже. Стоит. Ой, как хорошо, господи, какое счастье. Закипеть чайник надо будет... Ты все выключила? У меня нет. У меня, по-моему, полный рот зубов. Ты выключила? Да нет. Не выключила я. Полный рот зубов. Полный рот мяса в зубах. Надо будет это. Где же мой кружаль? Интересно. Ну что, дожарился шашлык? Андрюш принес еще одну порцию шашлыка. Виталий, что там у нас? Погодка какая? Отличная. Погодка такая, что в такую погодку нормальный хозяин собаку не выгонит из дома, нет? А мы тут шашлыки жарим. Может быть, это даже последний раз в этом году. Такой у нас хозяина нет. У нас хозяина нет. Интересно, где моя кружка, кто-нибудь знает? Если бы был бы у нас хозяин, мы бы сидели дома. Непонятно вообще. Будем искать кружку. А то как без призорника.